Всем привет! Это видео урок по вязанию комбинезона для девочки. Размер 0,3 месяца. Приступаем к расчетам. Размер головины в моем случае 23 сантиметра. Я беру 7 сантиметров еще на свободное облегание. Итого получается 30 сантиметров. Мне нужно набрать цепочку из 30 сантиметров. В моем случае 30 сантиметров это 66 петель. Вот я их набрала. Такой комбинезончик можно связать на любой абсолютно размер, подставив сюда другие числа. Эти размеры можно найти в интернете. Здесь по 12 петель. Я к 10 добавляю еще 2 на пуговицы. И вот когда мы все рассчитали, теперь набираем еще 4 петельки. Почти все изделие я буду вязать полустолбиками с накидом. Итак, приступаем к вязанию. Вяжем 12 таких столбиков. Теперь в следующую петель. Петельку вяжем 3 полустолбика с накидом. 1 полустолбик с накидом. Вяжем 2 полустолбик с накидом. Вяжем 10 полустолбиков с накидом. Вяжем 10 полустолбиков с накидом. Вяжем 10 полустолбик с накидом. Вяжем 10 полустолбик с накидом. следующую петельку опять вяжем 3 полустолбика с накидом 1 полустолбик с накидом 2 3 теперь вяжем 20 полустолбиков с накидом 2 Продолжение следует... И так продолжаем вязание до конца. Переворачиваем изделие и вяжем также полустолбики с накидом, только одну петелечку мы вяжем, один столбик вернее мы вяжем за переднюю стенку косички, второй столбик за заднюю. Вот доходим, где у нас были прибавки, здесь также вяжем, только я вяжу за две стеночки, также вяжем 3 полустолбика с накидом в одну петельку. Потом также продолжаем вязание за переднюю стеночку, теперь за заднюю, и так мы будем вязать все изделие. Первые последние петельки ряда я вяжу за две. Делаем воздушную петлю, переворачиваем наше изделие, вот что у нас получилось. Если сложить, то вот так вот выглядит у нас горловина. Сейчас покажу, как мы вяжем дальше с вами. Продолжаем вязать. Где пуговичка у нас мы делаем одну воздушную петлю, одну пропускаем и дальше вяжем. Вы можете сделать две воздушные петли, тогда у вас будет отверстие чуть побольше. Я хочу, чтобы пуговичка была маленькая, поэтому я делаю одну. И следующий ряд я вяжу за две петельки, где у нас пуговичка, вот отверстие для них. Также делаем петлю подъема и вяжем дальше, за переднюю и за заднюю. Вывязываем необходимый нам размер. Вот я провязала нашу кокетку, теперь мы будем соединять. Вот, это 12 сантиметров я провязала на 0,3 месяца. Не забывайте про отверстия для пуговиц. Сами рассчитывайте, на каком расстоянии вы хотите их примерно сделать, сколько у вас их получится. Мне их будет 4 штуки. Продолжаем наше вязание. Делаем петлю подъема и также до наших прибавлений провязываем. Полустолбики с накидом. Этот ряд я буду провязывать также за заднюю и за переднюю стенку. Вот мы с вами довязали до наших прибавлений. Теперь будем соединять наше изделие для рукавчиков. Находим первые наши петельки в прибавлений, вернее наши столбики в прибавлений. Вставляем крючок. Делаем накид. Первый столбик за 2 петельки я беру. И тут ищем первый столбик за 2 петельки. Теперь протягиваем рабочую нить. И теперь провязываем все 3. Вот что у нас получилось. И теперь также вяжем без изменений до следующих прибавлений. Смотрите, рукавчики должны быть одинакового размера. Можете померить либо сантиметром, но лучше посчитать все петельки, чтобы один рукавчик был такой же, как и второй. Аналогично соединяем и здесь теперь. Продолжение следует. Продолжение следует. Ну вот, мы с вами провязали, соединили. У нас получилось 12 сантиметров, одинаковые рукавчики. Все, проверьте. Немножко вернулась назад. Вот, довязываем, делаем петельку подъема. И теперь я буду вязать остальное изделие до ластовицы за 2 петельки. Вот, сразу за 2. Вы можете продолжать вязание также. Я хочу, чтобы немножко был другой узор. Вяжу за 2 петельки без изменений. Дальше до конца все изделие, без всяких убавок и прибавок. Не забывая о наших пуговичках, об отверстиях для пуговичек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Вот так это получается, выглядит. Теперь вывязываем нужную нам длину. У меня это 29 сантиметров. Продолжение следует... Будем с вами вывязывать ластовицу, отмеряем середину. Высчитайте все петельки и отмерьте середину. Потом от этой середины отсчитайте в разные стороны получается по 3 петельки. В итоге будет у меня 7 петель на ластовицу. Вот вяжем первый столбик, полустолбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Так это выглядит у нас. Делаем петлю подъема, переворачиваем наше изделие. Вяжем опять 7 полустолбиков с накидом, один, два, три, за две петельки я буду вязать, четыре и так далее. И так продолжаем наше вязание. Я буду делать таких 5 рядочков. Вот я их провязала. Теперь нам необходимо соединить с изнанки эту часть, переднюю к задней. Выворачиваем наше изделие, продеваем нитку в уголку и сшиваем. Чтобы быть точными, тоже отмеряйте все маркерами, чтобы отверстия для ножек получились одинаковые, правая и левая. Вот я сшила. Можете посчитать все вот эти вот петелечки, чтобы были одинаковые отверстия. Вот так выглядит у нас ластовица с изнанки. Теперь приступаем вывязывать ножки в наши штанинки. Вставляем крючок посередине, делаем петельку и продолжаем также вязать, как мы вязали за обе стенки полустолбики с накидом поворотными рядами. До свидания. Довязываем этот ряд. Сейчас покажу, как соединить. Вот провязали последнюю петельку. Теперь соединяем за две петельки. Вот так вот соединили. Делаем петлю подъема. Разворачиваем наше вязание. Продолжаем также вязать. Первую петельку вяжем и до конца провязываем весь ряд без изменений. В моем случае нужно провязать 15 сантиметров. 8 сантиметров резиночку. Но я резиночку делать не буду. Я буду всю штанину провязывать полустолбиками без всяких резиночек. Если вы хотите сделать с резиночкой, то я на горловине покажу, как она делается. Вы сможете эти 8 сантиметров связать резинкой. Я без нее буду просто провязывать 19 сантиметров. Вот мы провязали нашу штанину. Теперь мы сделаем обвязку, чтобы штанина не вытягивалась, не растягивалась. Просто соединительными. Просто так соединяем. Раз, два, три, четыре. И так до конца. И так вяжем до конца. Вот как это должно выглядеть. Прячем кончики с изнанки. Рукавчики провязываем так же, как вязали мы штанину. Все точно так же. Нужную вам длину вывязываете. Вот я закончила рукавчики провязывать. Теперь присыпаем горловине. Набираем вознужную цепочку. Одна петелька, вторая, третья, четвертая. Теперь вяжем обычными столбиками. Один, два, три, четвертый. Нет, вот этот вот третий мы соединяем. Ниточку тут отправляем и потом спрячем. И так соединяем, вводим, вытягиваем нить. Не провязываем, а вставляем в следующую петельку. Вот эти две петли провязываем. Теперь соединяем еще один столбик. Вернее, петельку. Переворачиваем наше изделие. И вяжем за заднюю стеночку. Первую петельку я вяжу за две стенки, потом вяжу за заднюю. Вот, привязываем за заднюю петельку. И последний столбик я вяжу за две. Так будет прочнее. Не будет вытягиваться. Петлю подъема опять за две провязываю, за заднюю. Здесь тоже за заднюю. Вытягиваем нить. Вставляем крючок в следующую. В следующий столбик провязываем. И соединяем. И так обвязываем всю горловину. Теперь приступаем к нашим рюшам. Можете связать без них. Можете связать комбинезончик с ними. Итак, вставили крючок. Сделали петельку. И теперь будем вязать за одну перемычку. Вы можете выбрать любую перемычку. Я вот выбрала эту. Делаем накид. Вяжем за одну перемычку. Косички. В одну петельку провязали. В третью одну. Сюда же вторую. И сюда же третью. Третий столбик. Дальше. Один. Два. Сюда три полустолбика с накидом. И так навязываем до конца. Я это вижу. Угу. Угу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... До конца... Но я вяжу не до самого конца... Чтобы удобно было... Ручки, чтобы в подмышках не было ощущения, что я что-то мешает... Я немножко не буду довязывать... Вы вяжите на ваше усмотрение... Делаем петлю подъема... Переворачиваем наше вязание... И вяжем без изменений... То есть, без всяких прибавок и убавок... Просто вяжем в каждый столбик... Полустолбик с накидом до конца... Потом делаем петлю подъема... Переворачиваем наше изделие... И вяжем до конца... И так следующие ряды... Вот я и провязала 5 рядочков таких... Теперь с изнанки прячем... Все ниточки... Вывязываем и на втором рукавчике так же... Все изделие готово...